Я чисто буду сидеть на тендере. Как дальше разговаривать? А у меня вот был там другой кандидат. Там вы, наверное, открыли. Там другой кандидат. Вот этого другого кандидата я отдал приказом и взял себе, как говорится, на должность заместителем. И на следующий день я с этим другим кандидатом приехал к Капусте, чтобы его утвердить. Они с ним побеседовали. Капуста, Ельчук, Юлис. Человек уже много проработал. У него тоже два высших образования. Юридическое. На командных должностях. Он был директором фирмы, работал. Все их устраивает. В облздраве все устраивает. Нормальный человек. Нормальный кандидат на эту должность. И что вы думаете? Буквально через 20 минут в кабинет начальника облздрава влетает Енишевская. Влетает Енишевская. Это вы учитываете, что на 9-м месяце беременности женщина. Вы отсюда выйдете, вы отсюда выйдете. Мы сейчас тут типа разговаривать будем. И Капусте говорит. Вы понимаете? Вот этот человек, Сергей Владимирович, такой обманщик. Вы представляете? Он без вашего разрешения, без моего разрешения взял на должность заступника директора. Я говорю, извините. Вот мои обязанности, в обязанностях моих четко прописано, что брать на работу, увольнять с работы, это моя компетенция. Это не начальник облздрава. Тем более, это не ваше. Я решил, я взял, я привел на собеседование с начальником облздрава, с заступником, он их устраивает. Какие вопросы? Понимаете? А там мне ложат передо мной белую бумагу и говорит, подписывайте, пишите заявление на увольнение. Я говорю, с какого перепуга я должен писать заявление на увольнение, если я, говорю, работаю в рамках закона, ничего не нарушаю и так далее. Ну, в общем, в двух словах, все оттуда руководство разбежалось, осталось она, сидите я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!